Украина обязательно победит. В этом уверены бойцы, которые с первых дней полномасштабного вторжения защищают нашу землю. Эта война жестокая и беспощадная, но преимущество у сильных духом. К таким людям относится и воин с позывным «Круг». Он сейчас проходит лечение в Черновцах после травмы, полученной в бою. Но вскоре боец планирует вернуться на боевые позиции. Марко для Павратимов «Круг» передвигается на костылях. Полномасштабная война застала мужчину на заработках в Польше. В тот же день он вернулся в Украину и добровольцем пошел на фронт. Когда едешь где-то на выезд, то в полной боевой готовности с оружием, бронежилетом и так далее. Мы идем навстречу мамочка такая молодая с ребенком, мальчику лет пять. Он ровняется с нами, отдает ее честь и говорит «Слава Украине!». Мы остановились, ему отсалютовали. И такой ком в горле, слезы в глазах. И мы понимаем, что никто никуда не отступит, потому что за того мальчика, в частности, мы не дадим им зайти на эту землю. Бойцу и его подразделению удалось оттеснить российских военных к самой границе. Уже были заняты позиции в районе Прудянки, но их батальон воевал еще под Киевом. Оттесняли их. Очень хорошие парни, героические. Нас туда на линию фронта отправили. И мы вместе с ними удерживали те позиции. Километров 15, чтобы выйти на государственную границу. Сейчас Марко в Черновцах. У него боевая травма. Военный рассказывает, спать спокойно даже в относительно безопасном городе не может. До сих пор просыпается среди ночи и по привычке ищет свой автомат. Характер нынешней войны не предусматривает активных стрелковых боев. Это могут быть какие-то локальные, если их диверсионно-разведывательная группа заходит. А 95% – это артиллерийские дуэли. Самое важное у солдата – лопата. Чем глубже вкопаешься, тем больше вероятности, что останешься живым. Ты углубляешь окоп, делаешь бруствер, накрываешь колодами блиндаж, набираешь в мешки песок. Большую часть времени занимаешься тем, что ожидаешь, когда придет время боя. Чтобы эта инфраструктура, которую ты сам построил, тебе сохранила жизнь. На войне бойца, как и других украинских военных, мотивируют детские рисунки. Они повышают боевой дух на фронте. Когда приезжают передачи, обычно это по коробкам упаковано. То я вам честно скажу, парни ни кофе ищут, ни вкусняшки. А открывают письма, которые вкладывают дети. У нас там такой иконостас из этих писем. Очень приятно, и оно дает мотивацию. На фронте чувствуется молитва каждого, уверяет боец. Мы чувствуем, что за нас молятся. Потому что иногда такие моменты были, думаешь, ну это уже все. А потом обстрел проходит, последняя кассета града разрывается где-то в 20 метрах от тебя. Разрывается перед дорогою за 20 метров от тебя. И какая-то невидимая сила молитва искренняя охраняет. Победа будет за нами. Молитесь за нас. Все будет хорошо. Все будет Украина. Все будет добре. Все будет Украина.